мы продолжаем чтение книги долгий путь хеллингера сегодня это 32 страница и раздел под названием я не имел ни малейшего понятия в африке в качестве миссионера ордена мариан хиллер вопрос журналистки а как было в африке вы сохранили там тот же образ жизни да это значит что вы в течение 25 лет и вели подобный образ жизни до тех пор пока в возрасте 45 лет не покинули орден это конечно такая школа жизни которую не так-то легко и повторить да я тоже это понимаю и это требует высокой дисциплины вопрос дальше когда вы решили пойти к мариан хиллером они к иезуитам потому что вас там манил широкий мир вы это связывали с тем что в чем упрекают миссионеров я проповедую чине христа и обращаю в веру темнокожих язычников ответ я не имел ни малейшего понятия о том что на самом деле для меня что меня ждало на практике в любом случае происходит в начале чем человек это себе представляет только когда я приехал в южную африку я увидел что это на самом деле означает быть миссионером я там ввел прежде всего культурную деятельность миссионеры мариан хиллеры мариан хиллеры получили свое развитие на основе монастыря тропистов один южноафриканский епископ предложил одному аббату из австрии создать южной африки монастырь это аббат франц-йосиф фаннер был тропистом мариан хилл это название монастыря который он основал трописты только молятся и работают это очень строгий созерцательный орден им чуждая пастырская работа каждый монастырь экономически независим это значит что они все делают сами те времена они занимались сельским хозяйством и ремеслом у них была своя собственная электростанция собственное водоснабжение собственные мастерские собственное сельское хозяйство вопрос и каждый был должен был что-то делать ответ трописты следовали правилам святого бенедикта основное положение бенедиктенцев бенедиктенцев звучало так ора эль эт лабора молись и работой красиво у тропистов работа играла большую роль и именно тяжелая работа так монастырь мариан хилл очень быстро превратился самый крупный монастырь тропистов в мире в нем было около 300 монахов большинство из них было братьями они были прежде всего ремесленниками только некоторые были священниками через некоторое время они начинали налаживать контакт с местными жителями они учили их вести сельское хозяйство открывали школу так однажды началась миссионерская работа многие из местных жителей прошли крещение и начали возникать христианские общины трописты ставшие миссионерами больше не могли придерживаться своих строгих правил поэтому этот монастырь тропистов был преобразован миссионерское братство правила которого были приведены соответственно с миссионерской работой что означает миссионерская работа я понял только на месте создавали школы и людям что это показывали например как что-нибудь выращивать злусы в южной африке изначально были скотоводами кочевниками сельское хозяйство было им совершенно чуждо миссионерская работа была в первую очередь культурной работой вместе с ней провозглашалось христианское послание так повсеместно росли христианские общины вопрос журналистам и поэтому им нужны были священники так вы туда попали ответ сначала в южной африке меня послали на три года в университет для того чтобы я смог работать учителем в средней школе затем я некоторое время был директором школу а затем попал в миссионерское отделение миссионерское отделение соответствует у нас церковному приходу у миссионерского отделения было 10 внешних отделений разбросанных на обширной территории нужно было регулярно их посещать у каждого внешнего отделения была своя школа вопрос вы не работали в сельском хозяйстве а были учителем и священником что хорошего или удовлетворительного в этой работе ответ я мог привести что-то в движение люди были благодарны они могли чему-то учиться и развиваться отношения между верующими священниками были очень доверительными просто прекрасными когда я время от времени приезжал в германию мне очень сильно бросалась глаза разница здесь кроме богослужения было очень мало других точек соприкосновения иногда это для меня было тягостно по сравнению с опытом который у меня был в миссии там была работа которая наполняла вопрос я вспоминаю людей которые были в африке помощниками по развитию для организации хлеб для всего мира или служба за океаном в конце семидесятых я брала у некоторых из них интервью для радио их рассказы были похожи на ваши и глаза блестели когда они рассказывали о своей жизни там и потом им было трудно найти себе место в скучной немецкой общине ответ в африке жизнь более живая в моей первой миссии нас было двое мы регулярно посещали филиалы сначала мы ходили пешком иногда ездили верхом позже я получил мотоцикл тогда стало легче местность была очень трудно проходимая когда я приходила филиал собирались христиане и мы все вместе устраивали богослужения для них это был праздник подобное посещение длилось целый день на следующий день я шел следующий филиал по воскресеньям сначала было богослужение в основном миссии а затем еще одна служба в одном из ближайших филиалов я был полностью вплетен позже я стал священником в приходе кафедрального собора когда я начал там работать по год за годом посетил все семьи я посещал каждую семью и лично знакомился с ним это было хорошо и живо в этом приходе насчитывалось более десяти тысяч христиан вопрос какие там христиане бывали разница между христианами и не христианами ответ можно было легко отличить христианина от язычников как мы их тогда называли них было более открытое лицо многие христиане были боязливыми закрытыми они боялись колдовства в этом было что-то тягостное христиане были намного более свободными и самостоятельно они работали вместе с нами в школе и в церкви участвовали в составлении планов это были живые общины вопрос не попадали ли они в конфликт с ритуалами своего племени из-за своей изначальной принадлежности к какому-либо плану ответ в регионах в которых я работал большинство уже было христианами и не только католиками было ведь много протестантских миссионеров изначального язычества оставалось уже очень мало многие получили свое развитие потому что ходили в школу вопрос ваших рассказах все всегда выглядит очень гладко и так скоро вам исполнится 80 и вы примирились со своей жизнью иногда хорошо узнать от людей также об их заблуждениях и ошибках потому что из этого тоже можно извлечь урок и поэтому я спрашиваю себя какие заблуждения были в жизни миссионера берта хеллингера ответ в южной африке все было гладко там я был просто вплетен в работу позже я курировал все школы епархии проводил курсы по повышению квалификации учителей этих школ концу своей деятельности в южной африке я стал директором элитной школы для местных жителей мариан хилле это была одна из лучших школ и местных жителей южной африки и это стало для меня еще одним важным опытом тогда же я познакомился с групповой динамикой она мне очень помогла и невероятно продвинула мое собственное развитие вопрос как получилось что вы вернулись германию если вам так нравилось в африке ответ то время я очень интересовался теологии и в общем-то находился на самом новом уровне ее развития соответственно этому преподавала теологию на своих уроках соответственно этому преподавал теологию на своих уроках в этой связи меня стали упрекать в том что я больше не преподаю в смысле церкви мой епископ прислушивался к этим упрекам и тогда я сказал если мне не доверяют тогда я отказываюсь от своих собственных обязанностей вопрос а современная теология что это означало в те времена ответ моей специальностью было библейское учение благодаря своевременному толкованию многое проявилось в новом свете например вся история рождества христова имеет мало общего с исторической правдой то же самое касается например многих писаний павла многие из них даже он не он не не он писал сегодня это все все общее достояние сегодняшней точки зрения эти разногласия окажутся безобидными и отсталыми в любом случае тогда я сложил себя все обязанности вопрос и несмотря на это вам предложили место ректора духовной семинарии мариан хиллер германии ответ это было странное противоречие в южной образование будущем священником так я вернулся в германию в это время стал изучать психоанализ так сказать в смысле вперед к новым берегам и я занялся вообще психотерапии и моя жизнь продолжала органично развиваться частью этого является то что я позже покинул орден вопрос для кого вы были еретиком в южной африке ответ конечно только для немногих но они были влиятельны то же время местное население очень хорошо ко мне относилась меня любили не была ясная позиция в отношении апарте апарте и да было видно что я не лицемерию я действовал так как считал нужным не приспосабливался и не набивался в друзья в то время я как миссионер работал в другом поле даже если в те времена ничего не знал о полях я все-таки чувствовал что не имею права второгаться в другое поле вопрос белый в черном поле как удавалось действовать без колониальных или миссионерских установок ответ мне встречались мы встречались и относились друг другу со взаимным уважением я как белый никогда не хотел быть и говорить как чернокожие они высоко ценили это тоже времени я многому у них научился я был исполнен уважение и многое впитал в себя вопрос что было для вас таким впечатляющим ответ во-первых уважение которое люди живущие там испытывали по отношению к своим родителям это очень сильно впечатлила меня еще уверенность с которой матери там обходят своими детьми является удивительным им не знакомы трудности с детьми они просто знают что нужно детям матери всегда были расположены к детям что я еще впитал так это уважение к другим людям там каждый может сохранить свое лицо и как например люди разговаривают друг с другом и на собраниях в общинах они действительно живо обмениваются мыслями друг с другом до тех пор пока не найдут решение это способ обхождения друг другом также меня сильно впечатлил вопрос вы являетесь человеком который 55 лет своей жизни провел в созерцании медитации обучение терапии что было самым важным для вас в вашей жизни ответ для меня речь всегда идет о внутреннем боссе мой опыт в африке внес в это большой вклад вопрос вы реализовали свой теологический интерес в африке ответ а мне всегда меня всегда интересовало то как человек передает послание я кое-что сделал в этом направлении я подготовил для уроков религии много вспомогательных средств а же много других вспомогательных средств чтобы литургия была понятна еще с помощью местных священников учителей написал новые церковные песни на зол их поют и сегодня вопрос а в то время вы были убеждены что внутреннего роста можно достичь только при помощи христианской веры ответ я быстро заметил что другие люди тоже являются хорошими людьми и чтобы их хорошим зависит не от одной только веры а прежде всего приходит из жизненного опыта вопрос если в вашей жизни моменты где вы говорите здесь я заблуждался этот путь был ошибочным ответ вы встречали кого-нибудь кто никогда не заблуждался мои заблуждения связаны с духом не с моим жизненным путем я скорее спрашиваю себя если вообще неправильный путь а в африке я чувствовал себя на правильном пути и никогда не сожалею о нем то время я думал что навсегда останусь южной африки никогда не было намерения вернуться в германию обстоятельства так сказать вы надели меня вопрос прощание было трудным для вас мне никогда ответ мне никогда не было трудно прощаться я сразу же ориентировался вперед в 1964 году вы познакомились в южной африке с групповой динамикой это была ваша первая встреча с миром терапии было ли это поворотной точкой в вашей жизни ответ а в любом случае это было важным аспектом в моем развитии подобные курсы организовали англосакские священники на эти группы приходили чернокожие белые индусы мулаты и католики протестанты все учились вместе это было были вселенские группы без расовых разве различий в то же время подобное было неслыхано почему все расы и конфессии собирались вместе в стране апартеида невероятный опыт для меня здесь полностью отсутствовало представление что люди делят по расам и и религиям я был католиком еще не был знаком с англиканцами и не имел к ним никакого отношения и в один прекрасный момент я попал туда и увидела насколько они духовные действительно духовные меня это очень впечатлило какой-то момент я заметил что мы все сидим в одной лодке и что совершенно неважным является внешнее различие в цвете кожи или вере то же время я жил в католе в католическом герметическом закрытом обществе я до сих пор точно знаю как это было когда я приехал в южную африку и начал там получать свое второе образование я приехал из такого университета как в уртсбург где в конце 1950-х годов теологов уважали высоко почитали это было привычно для меня в южной африке я вдруг оказался одним из многих и ко мне относились без всяких привилегий в то время я еще считал что действительно хорошим может быть только тот кто верующий потом я заметил что некоторые профессора не были верующими это были такие хорошие люди это был первый важный поворотный момент когда я вдруг понял у каких представлений я был в плену когда я познакомился с групповой динамикой я уже руководил крупной школы для чернокожих выходцев из всей южной африки так и мы продолжим следующий раз читать следующий пункт под названием люди или идеалы что ты приносишь жертву чему групповая динамика если у кого-то есть какой-то сейчас отклик поделиться вы хотите то часто включайте свою камеру в своем видео вот поделитесь своим откликом ощущений если ничего то может быть и ничего такое тоже бывает вера валерия доброго дня да привет привет приятно было побачить все с вами наступного разу потому что очень редко мне доводится потрапляти до вас на встречи так как много працюю але цикаво цикаво послушать как вы читаете цикаво подумать над усим цикаво подумать взагалі задуматься над шляхом хеллингера что ему доводилось проживать цикавий досвід цикавий досвід и навык можно сказать таки близкий досвід хоть не можно порівняти ті країни де він перебував так але так як я проживаю за кордоном то для мене це такий близкий досвід коли ти проживаешь з іншими людьми з іншою з іншими націями інші ментальності інші якісь стереотипи ну це це дуже цікаво да согласна да согласна смотрите предыдущі записи вы сможете посмотреть ми сделаем подборку чтобы ну в групу они были выложены один за другим можно просто слушать да то есть это как видео и аудио раз спасибо да для меня этот опыт ну тоже очень откликается потому что мы часто да по разным странам ездим учиться сталкиваемся с нас ну с разными национальностями и это всегда знаешь такой как новый опыт и как рыбка в новый аквариум попадаешь просто интересно да начиная там это ты начинаешь рассматривать как мы ну как бы внешне мы такие другие да по реакциям эмоциональном другие и вот действительно чтобы ну вот почувствовать то о чем он говорит да то есть не всегда достаточно даже просто какое-то время там побыть там день два три нужно именно включиться и пожить как побыть в этом чтобы ощутить как это реально то есть в чем в чем наша разница хорошо спасибо веру это насправді когда ты находишься в иншом середовище с другими людьми возможно зауваживаешь очень много какую-то великую разницу в поведенции в каком свете сприйняты но также ты много научаешься чего даже если тебе не комфортно то все равно ты очень много научаешься от этих людей и ты что-то берешь от них и это не можно сказать даже если тебе не комфортно в этом середовище то это також не можно сказать что негативный досвид это тебя якость закаляю якость тебя развертая в иншу сторону подавиться иншими очима подавиться очима цих людей а это також цикавый досвид ну да у меня не было допустим опыта жизни там в кардинально другой страны ну в россии украина мы об этом не говорим то есть но даже вот перемещаясь вот там ну как когда я поехала учиться там в киев допустим да то есть адаптационный период он был года три потому что совершенно какие-то вот ну разные ценности разные ценности даже вот в нашем таком вот мире в в мире внутри своей страны хорошо так а краяна дуже велика и поревняти різные регионы это же совсем разные люди они ну мы очень сильно украинцы відрозняемося от других это же совсем по-рознему сприймается и совсем по-иншому и тут якби знаете нам мабуть залежать от того наскільки людина готова сприймати інших людей и сприймати їх такими які вони є не те що а ты якийсь інший я так би мовити не хочу тебе сприймати а навчитися сприймати людей такими якими вони є і навчитися з ними спілкуватися якось там ну десь там контактувати щось вирішувати можливо ну різні процеси якісь відбуваються у житті просто навчитися сприймати людей такими якими вони є ну да это феномен такой знаешь как открытости да то есть ну если ты открыто ты готов да а если ты не открыто ты не готов и ты можешь быть грубо говоря даже в своем селе ты можешь жить и быть не готовым воспринимать своих соседей а вот да и приехав в другую страну в другой мир с открытостью ты можешь ну как сказать принять то что вот у них вот оно не так совершенно происходит как ты ожидал как как ты привык ну это гибкость конечно это такая гибкость как бы духовная физическая ну моральная гибкость я думаю в первую очередь интересно да то есть такой глубокий очень вопрос и так уж навчитися наприклад приймати те что у них есть знаете кажут а я не буду достосовываться че ну как бы якщо ты приезжаешь в іншу краю ну ну будь добрый достосуйся ну да потому что вот понятие вот ну скажем так единого поля да но есть мы попадаем в это другое совершенно поле и мы как бы как-то понимаем это другое совершенно поле и мы как-то как бы вынуждены стать другими получается ну как бы вот резонировать либо нет и тут подтвердю и что он багато чему навчився но и как бы ну ему доводилось а достосовываться так как и все и он я так думаю вот это качество ну я думаю он то есть это было до последних ну вот лет его работы точно когда вот он последние пару лет может он не работал ну когда вот перед там тем как он нашел то есть всегда такая открытость на уровне ну вот детского такого восприятия то есть ко всему мягкая мягкая такая открытость не то что там рыцарь на коне знаешь которая летит и познает а вот такое мягкое принятие то есть как ребенок такой ну с открытыми глазами ну это мабуть не кращая позиция взагалі у по житті так как бы дитя как бы дитяча так форма не можно сказать что ну бути дитиною так а дитяча форма пизнавания світу пизнания світу это мабуть не кращая позиция тому что тоди тебе сприймают адекватно ну да открытость такая открытость такая и цикависть цикависть и открытость и это сприймается у каждой краи не где бы мы не находились это каждая края это будет понимать и она тебя будет поддерживать и и и да это ценится качество это ценится везде это тебе цикава и и навык что ты не умеешь разговаривать не байдужи так а не байдужи так герно дякую дуже дякую да спасибо вера я постараюсь каждый четверг иногда не по четвергам ну вот когда понимашими свободный будет вечер я пишу анонсирую но тем не менее это можно будет в записи тоже посмотреть потому что мне самой было бы интересно это дело потому что мне самой иногда хочется это послушать послушать это не первый раз что книжку читаю думаю вот сделаю для всех а вот ну кому то будет интересно только слушать сам текст кто-то будет дослушивать может быть и до рассуждения потому что иногда бывает что тебе не с кем об этом поговорить так что мы сегодня с вами компанию такую для других составил валерия пишет что у нее там с интернетом проблемы но это бывает такая ситуация сейчас хорошо все друзья благодарю за встречу до встречи с кем-то завтра на сатсанге это открытая формата встреча тоже там можете присоединяться хорошо до побачки 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 до